This conference will now be recorded. 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 Как ук rankings электронного документа. Как электронного документа. Ну и таким образом позволяет определить, кто именно подписывал данный электронный документ. У нас существует огромное количество разного программного обеспечения, которые используют музеи, и это уже давно не новость. То есть многие компании используют электронные вы videонационной в работе. Наша задача разобраться в какой мере это применимо к кадровому делу производства Что касается электронного, То есть в каком случае он признается равнозначным документом на бумажном носителе, это у нас определяет статья 6-я 63-го федерального закона об электронной подписи, что информация в электронной форме, которая подписана квалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документом на бумажном носителе, который подписан собственно ручной подписью и может применяться в любых правоотношениях. В любых, собственно, и в кадрах, по сути, тоже разговаривается в любых. Но тут есть оговорка, кроме случая, если федеральными законами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе. То есть вот такое исключение у нас есть. Если мы с вами посмотрим трудовой кодекс, он у нас буквально пестрит информацией, что собственно ручная подпись это на бумажном носителе. У нас везде есть в трудовом кодексе информация о том, что документ должен быть на бумажном носителе. Даже если мы с вами посмотрим 67 статью, это форма трудового договора, что трудовой договор заключается в письменной форме, то есть по сути, да, у нас есть некое ограничение, потому что в трудовом кодексе у нас, к сожалению, такие документы, как электронные, не упоминаются, ну, за исключением дистанционных работников. Так вот, электронный документ, чтобы он был равнозначным бумажному документу, который подписан собственно ручной подписью, нужно использовать именно квалифицированную электронную подпись. Также сказано в статье 6, что информация в электронной форме, она может быть подписана простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью. Такой документ может признаваться равнозначным документом на бумажном носителе, который собственно ручно подписан, также в случаях, установленных федеральными законами или соглашениями между участниками электронного взаимодействия. То есть такое соглашение между участниками обмена электронными документами может быть, да, например, для внутреннего документа оборота, то есть это может быть использована и иная подпись, помимо усиленной квалифицированной. Сразу бы хотелось отметить, что в 63-м федеральном законе у нас существуют разные виды подписи. Так у нас существуют три вида электронной подписи. Это простая электронная подпись, которая придает подписанному документу юридическую значимость, но только в тех случаях, которые прямо предусмотрены законодательством. Ну или соглашениями между участниками электронного взаимодействия, если стороны договорятся признавать простую подпись. При этом указанные соглашения также должны предусматривать и порядок проверки простой подписи, потому что данный вид подписи он только позволяет определить авторство, то есть факт формирования электронной подписи определенным лицом, но при этом нет никаких гарантий неизменности документа с момента его подписания. То есть, ну, по сути, это ненадежный вариант подписи. Использование простой электронной подписи для документов, которые составляют государственную тайну, конфиденциальную информацию, ну, по сути, не допускает у нас в 63-м федеральный закон. Неквалифицированная электронная подпись, также у нас есть усиленная электронная подпись, может быть усиленной неквалифицированной подписью. Она, по сути, так же, как и простая, позволяет определить автора, то есть кто подписал документ, и также позволит доказать неизменность содержащейся в этом документе информации. При формировании неквалифицированной электронной подписи используются различные криптографические алгоритмы шифрования, которые, по сути, обеспечивают защиту таких документов. Такая подпись широко используется для внутреннего документа оборота, для обмена документами с другими компаниями, то есть достаточно широко распространенный вариант, который предусмотрен различными программами по электронному документу оборота. Квалифицированная электронная подпись, она тоже усиленная, обладает всеми признаками неквалифицированной. Ну вот, квалифицированная подпись, она может быть получена только в удостоверяющем центре. На сайте Минкомсвязи России есть перечень таких аккредитованных центров, потому что программное обеспечение, которое используется для формирования такой усиленной квалифицированной подписи, она должна быть сертифицирована ФСБ, Федеральная служба безопасности. И, следовательно, только электронная квалифицированная подпись наделяет документы полной юридической силой. Ну и, по сути, соответствует всем требованиям о защите конфиденциальной информации. Для тех, кто в кадрах уже работает, такие подписи, как правило, у всех есть, потому что они используются для сдачи отчетов в контролирующие органы различные. В том числе мы подаем форму СЗВТД в пенсионный фонд именно при наличии такой подписи. Так вот, давайте с точки зрения закона разберемся, какие документы могут быть только в электронном виде. Только в электронном виде у нас может быть это так называемый СНИУС. Сейчас такое понятие у нас в 65-й статье не существует, оно исключено. 65-я статья Трудового кодекса – это документы, которые предоставляет работник при трудоустройстве. И сейчас этот документ, который мы с вами называем СНИУСом, называется документом, подтверждающим регистрацию в системе индивидуального персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа. То есть сейчас ПФР выдает так называемый СНИУС в форме электронного документа, это закреплено у нас в Трудовом кодексе. Больничные листы, в случае если медицинская организация и работодатель являются участниками системы информационного взаимодействия, то есть зарегистрированы в этой системе, потому что электронный больничный – это номер, который приносит работник, работодатель по этому номеру, заходит в систему и видит, собственно, по этому номеру данный больничный лист, то есть без дублирования на бумаге. Это у нас тоже закрепляет федеральный закон. Ну и, конечно же, трудовые книжки с 1 января 2020 года у нас вступил силу 439-й федеральный закон. И теперь работники, которые добровольно откажутся от трудовой книжки на бумажном носителе, могут полностью перейти на так называемые электронные трудовые книжки. Ну, собственно, если мы берем еще кадры, можем еще сюда добавить персональные электронные карты. Это по воинскому учету. То есть у нас были внесены изменения в федеральный закон о воинской обязанности воинской службы. То есть у нас перечень документов по воинскому учету немножко расширили. То есть у нас было удостоверение призывника, был военный билет, была справка взамен военного билета. Ну вот сейчас еще дополнили персональную электронную карту. Первоначально в 2018 году планировалось, что, собственно, у нас вместо бумажных военных будут только электронные персональные карты. Но, к сожалению, этого не произошло, но, по крайней мере, это закреплено в законе. Что еще у нас закрепляет закон с точки зрения трудового кодекса? Какие документы могут быть в электронном виде? Это обновленная глава 49.1, которая посвящена дистанционным работникам. То есть если ранее в предыдущей редакции данной главы работники обязаны были использовать только усиленную квалифицированную подпись, что существенным образом ограничивало распространение дистанционного труда. Так как усиленная квалифицированная подпись, ну ее достаточно сложно получить, она выдается на ограниченный период времени. И работники, собственно, за свой счет не планируют ее получать. Это если использовали, то только за счет средств работы дателя, что было не очень удобно, но и достаточно дорого, накладно для компании. Что наши законодатели изменили с 1 января 2021 года? Сразу хочу напомнить, что у нас три вида дистанционной работы. Это постоянная, когда трудовой договор у нас изначально заключается и предполагает только выполнение трудовой функции дистанционно. Также у нас есть временная дистанционная работа. То есть работники очные могут временно перевестись на дистанционную работу. Законодатели ограничили срок такого перевода до 6 месяцев. И есть еще так называемые теперь у нас комбинированные графики, когда частично сотрудники присутствуют в офисе, а частично нет. Так вот, обновленная глава предполагает, что работники могут использовать и простую квалифицированную подпись, а для оформления трудового договора, договора о материальной ответственности или ученического договора, они могут использовать усиленную неквалифицированную подпись. То есть такого требования, как повсеместно для всех работников, чтобы была именно усиленная квалифицированная подпись, наши законодатели из обновленной главы убрали. Что у работников может быть и то только для заключения договора, может быть усиленная неквалифицированная подпись. Для всех остальных действий, если мы посмотрим процесс взаимодействия между работником и дистанционным работником, в этой главе у нас везде идет отсылка к локальному акту. То есть, по сути, обновленная глава для всех других процедур, кроме оформления трудовых отношений, допускает использование и простой электронной подписи, если работодатель такую возможность использовать эту подпись закрепит в локальном нормативном акте. То есть дистанционными работниками, по сути, нам в мысли ясности тут вопросов никаких нет. Наша задача разобраться со всеми остальными. То есть можно ли не только с дистанционными работниками использовать электронные документы, но и со всеми остальными. По сути, мы уже определились, что если электронный документ подписан усиленной квалифицированной подписью, он признается равнозначным документом на бумажном носителе. Здесь сразу стоит отметить, что получение усиленной квалифицированной подписи абсолютно для всех, это достаточно накладно будет для работодателя. Что же касается возможности перехода на электронный документ оборот в кадрах? У нас есть такое понятие «обязательные реквизиты документов». Обязательные реквизиты документа, которые наделяют данный документ юридической силой, определены в статье 9-й 402-го федерального закона. В статье 9-й 402-го федерального закона определены следующие обязательные реквизиты документов. Это наименование документа, ну всем понятно, да, приказ о приеме на работу, да, наименование документа. Дата составления, у нас тоже приказ имеет дата составления. Наименование организации, это используется как при бумажных документах, так и при электронных документах. Описание кадрового действия. Наименование должностей ответственных лиц, их подписи с расшифровкой фамилии и инициалов. Тут, собственно, тоже все понятно. Далее в пункте 4-м статье 9-й сказано, что формы первичных учетных документов утверждают руководители экономического субъекта по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. То есть, в принципе, работодатель может принять решение и там какие-то кадровые мероприятия перевести в электронную форму. По согласованию, естественно, с главным бухгалтером, так как это определяет 402-й федеральный закон. Роструд нам еще в 2013 году сообщил, что требования к оформлению первичных документов должны соответствовать положениям законодательства о бухгалтерском учете. В той же статье 9-й сказано, что первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. То есть, даже 402-й федеральный закон о бухгалтерском учете у нас вполне себе допускает использование электронных документов. Так же, как и 63-й федеральный закон об электронной подписи, только если речь идет об усиленной квалифицированной подписью. За исключением диспансионных работников сразу подчеркну. Так вот, кто же у нас может перейти на электронный документ оборот без дублирования на бумажном носителе? Я напомню, что закон об эксперименте по использованию отдельными работодателями и работниками документов, которые связаны непосредственно с работой, без дублирования на бумаге, был подписан в апреле 2020 года. И данный эксперимент проводится на добровольной основе с мая месяца. Первоначально, согласно федеральному закону номер 122, этот эксперимент должен был закончиться 31 марта. И согласно этому закону, работодатели и работники добровольно изъявляют желание поучаствовать в этом эксперименте. То есть сами решают. Также работодатели сами должны были определять виды документов, которые они будут ввести только в электронном виде без дублирования на бумаге. То есть какие бумажные документы они заменяют на электронные. При этом предусмотрено использование электронной подписи как работодателей, так и работников. Только работодатель должен обязательно уведомить был работников о начале эксперимента, и работник был в праве отказаться или согласиться. То есть если работник отказывался, то в отношении конкретного работника продолжали ввести документы на бумажном носителе. При этом электронный документооборот у нас был продлен до 15 ноября. И работодатели могли подать заявление об участии в этом эксперименте до 30 мая. Электронный документооборот осуществляется в настоящий момент до 15 ноября с использованием информационной системы работы в России. Именно эта система позволяет как раз обеспечить факты получения работникам, работодателям электронных документов. Сам порядок проведения эксперимента у нас регламентировал Рострук. Есть и приказ Минтруда России в редакции 29 апреля 2021 года. Приказ Минтруда у нас называется об утверждении положения порядка проведения эксперимента по использованию электронных документов, связанных с работой. Поэтому здесь вот если вы участники электронного эксперимента, который сейчас у нас до 15 ноября продлится, вы однозначно можете использовать эти электронные документы в кадрах применительно ко всем работникам, только если собственно сами работники согласны добровольно принять в нем участие. А также переход на электронный документы оборот не вызывает вопросов в отношении дистанционных работников. То есть дистанционные работники у нас могут в отношении дистанционных работников работодатель может использовать только электронные документы. Таким образом, перейти на электронный документ оборот без дублирования на бумажном носителе могут либо участники эксперимента, потому что есть у нас федеральный закон номер 122, ну и также допускается использовать электронные документы главой 49.1 Трудового кодекса в отношении дистанционных работников. Что же касается остальных работодателей, которые не являются участниками данного эксперимента, то переход на кадровый электронный документ оборот вызывает в настоящий момент достаточно много споров. С одной стороны, мы с вами рассмотрели статью 6-ю 63-го федерального закона, это условия признания электронных документов равнозначными документам на бумажном носителе. Также у нас определен перечень обязательных реквизитов, которые придают документу юридическую силу, это вот статья 9-я 402-го федерального закона. Также в статье 9-й собственно и сказано, что первичный документ может быть не только на бумажном носителе, но и на электронном, то есть в виде формы электронного документа, который подписан электронной подписью. Поэтому, по сути, если мы используем усиленно квалифицированную подпись, если у нас есть все реквизиты согласно статье 9-й, то как бы, да, возможно, да, то есть использование электронных документов при наличии усиленно квалифицированной подписи и при наличии обязательных реквизитов. То есть мы можем сделать вывод, что оно возможно. Это с одной стороны. С другой стороны вызывает нас что? У нас вызывает сомнение законность применения электронных документов при оформлении трудовых отношений. И связано это с тем, что, ну, по сути, использование электронных документов у нас не регламентировано трудовым законодательством за исключением главы 49.1, это дистанционные работники. Работодатель может самостоятельно, конечно, выбрать форму введения документов, связанных с работой на бумаге или в электронном виде, но только за исключением тех, оформление которых в письменном виде у нас предусмотрено трудовым кодексом. А если мы, собственно, трудовой кодекс с вами посмотрим, то это большинство кадровых документов у нас должно вестись именно в бумажном виде, особенно если мы говорим заключение трудового договора, приказ о приеме на работу. Вот 67-я статья формы трудового договора, 68-я статья – это приказ о приеме на работу под подпись не позднее трех дней с момента фактического допуска работника к работе или по письменному заявлению работодатель может предоставить сотрудник в отпуск без сохранения, статья 128-я. То есть, иными словами, у нас просто большинство документов в настоящий момент в трудовом кодексе регламентированы исключительно бумажные. Поэтому полностью уйти от бумаги, от бумажных документов, которые связаны именно с трудовыми отношениями на сегодняшний день, ну, на мой взгляд, проблематично. И с точки зрения использования электронных документов в качестве доказательной базы в суде, то есть, как мы это все представляем, и суды по-разному реагируют на электронные документы, а также при проведении инспекционной проверки, потому что, по сути, это будет выглядеть как некая самодеятельность, вот мы решили, локальным актом утвердили, и мы используем только электронные документы. Вот здесь тоже инспекционные проверки, они по-разному реагируют на использование работодателям электронных документов и на полный отказ от бумажных документов, и сейчас уже такие попытки есть, и не только, да, с точки зрения организации, которые являются участниками экспериментов. Поэтому, на мой взгляд, вот на сегодняшний момент говорить о стопроцентном отказе от бумаги с точки зрения существующего Трудового кодекса у нас, нам пока не приходится. Но, по сути, для желающих уйти от бумаги есть и хорошие новости. В Государственную Думу был внесен законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс в части регулирования трудовых отношений, электронного документа оборота в сфере трудовых отношений. То есть, буквально так называется, здесь у меня есть на слайде ссылочка на документ оборот. Законодатели что предлагают? Наши законодатели предлагают внести в Трудовой кодекс новую статью, статья 22.1. Называться она будет «Электронный документ оборот в сфере трудовых отношений». Требования, которые устанавливает данная статья, будут применяться именно в отношении тех документов, с которыми под роспись работника необходимо ознакомить. Это требование прямо предусмотрено Трудовым кодексом. То есть, теперь эти документы можно использовать и в электронном виде будет. Также у нас в статье 22.1 дается определение электронному документу оборота в сфере трудовых отношений, что это создание, использование, охранение работодателем, работникам или лицом, поступающим на работу, документов, оформленных в электронном виде без дублирования на бумажном носителе. Таким образом, мы можем делать вывод, что вот эта новая статья 22.1 ведет нам вполне законное основание. У нас появится вполне законное основание 16 ноября 2021 года для того, чтобы мы могли отказаться от бумажных документов и полностью перейти на электронный, потому что эта новая статья будет использоваться для таких документов. Это есть закон о проекте, это и трудовой договор, договор о материальной ответственности, ученический договор, а также другие кадровые документы, там их порядка 30 разных документов, перечисленных в этой статье 22.1 закон о проекте, то есть,ными словами, работодатель сможет это сделать. При этом работодатель сам будет принимать решение о переходе на кадровый электронный документ оборот. Для этого работодателю нужно будет издать соответствующий локальный нормативный акт. И в этом локальном нормативном акте должны быть предусмотрены сроки, когда работодатель перейдет на электронный документ оборот. Также необходимо будет уведомить сотрудника, в том числе и в электронной форме, о том, что работодатель планирует переходить на электронный документ оборот. Ну и сотрудники, в свою очередь, они смогут отказаться. Ну вот здесь, на мой взгляд, весьма интересная формулировка в этом законопроекте. В случае, если менее 50% работников подали работодателю заявление об отказе на переход на электронные документы, локальным нормативным актом может быть предусмотрено распространение работодателям электронного документа оборота на всех работников. То есть, если у вас менее 50% отказов, то это не является препятствием для перехода на кадровый электронный документ оборот. При этом работодатель сам будет принимать решение, то есть, иными словами, после 16 ноября работодатель издает локальный нормативный акт, закрепляет в порядок уведомления работников сроки перехода на электронный документ оборот, собирает заявления, в том числе и в электронном виде с работников. И если менее 50% работников отказалось, то работодатель может перейти и в отношении этих работников тоже на электронный документ оборот. Если работники по какой-то причине не подали в указанном локальном акте заявление в срок, заявление работодателю, то в законопроекте это рассматривается как согласие работников. В пояснительной записке к этому законопроекту сказано, в каких целях наши законодатели вообще его приняли. что этот законопроект для целей оптимизации взаимодействия между работниками и работодателями. Ну и по сути, как сказано в пояснительной записке, закрепляет возможность механизма введения, использования документов, которые связаны с работой только в электронном виде, без дублирования на бумажном носителе. Ну и в законопроекте сказано, что это для создания больших возможностей для удаленного трудоустройства, потому что сейчас уже платформа существует, сейчас у нас все процессы автоматизированные, можно и подбор удаленно работников осуществлять. Проблема заключалась только с оформлением документов. Вот при введении новой статьи эта проблема тоже по сути будет устранена. И разработчики этого законопроекта считают, что как только законопроект будет принят, рассмотрение его, кстати, назначено на, в Госдуме, рассмотрение назначено на 15 июля, поэтому, кстати, формулировки еще могут поменяться, да, нас еще могут передумать, что-то добавить, что-то убрать, поэтому я не очень люблю обсуждать законопроекты, потому что их текст может быть существенным образом изменен на стадии его рассмотрения. Так вот, разработчики считают, что как только законопроект будет принят, соискатель сможет подбирать себе работодателей с других регионов, то есть по сути это для содействия занятости. То есть вот цель такая, да, при этом соискатель сможет дистанционно не только пройти собеседование, но и дистанционно заключить трудовой договор. Кстати, в этом законопроекте предусматривается возможность использования для работника неквалифицированной подписи, либо простой подписи, но в зависимости от того, о каких конкретно кадровых мероприятиях идет речь. Именно для этого и сказано в этой новой статье, что работодатель должен принять локальный норматив дня. Ну и далее определить, какие кадровые процессы с использованием какой подписи используются. При этом у работодателя, согласно этой новой статье, должна быть именно усиленная квалифицированная подпись. То есть работника может быть любая, да, как это регламентировано вашим локальным актом. Локальный акт принимается, кстати, с учетом 372-й статьи. Это необходимо локальный акт согласовать с профсоюзом при его наличии. Ну и если профсоюза нет, то, собственно, работодатель принимает эту локальную нормативную акт самостоятельно. Также этот законопроект устанавливает, ну, во-первых, порядок уведомления о переходе на электронный кадровый документ оборот, то есть сроки сам работодатель определяет. Каким образом может быть организован кадровый электронный документ оборот в конкретной организации, то есть какие подписи, какие документы в электронном виде будут. Ну и также необходимо в локальном акте установить особый режим подписания значимых кадровых документов. Ну, по сути, это для работодателя это усиленная квалифицированная подпись. Для работника может использоваться и неквалифицированная электронная подпись. Так вот, что касается платформы, работодатель использует платформу «Работа в России». То есть наверняка кадровики уже слышали о такой цифровой платформе. На ней сейчас сидят и участники эксперимента о переходе на электронный документ оборот. То есть либо это платформа «Работа в России», цифровая платформа, где, собственно, есть личный кабинет работодателя, есть также будут личные кабинеты работников, подписи, обмен документов. Будет использоваться именно эта цифровая платформа. Либо работодатель может использовать и свою информационную систему, любую. При этом данная система должна обеспечивать подписание электронного документа, хранение, потому что сроки хранения для электронных документов у нас тоже установлены. То есть если работодатель использует платформу «Работа в России», то, собственно, подписание, хранение – все обеспечивается именно на информационных ресурсах этой цифровой платформы. Если работодатель использует свою платформу, то тогда он сам должен обеспечивать и подписание, и оформление электронной подписи работникам, и хранение электронных документов. Но, по крайней мере, такая возможность есть, или или. Законопроект, как я уже сказала, должен вступить в силу предположительной даты 16 ноября. За исключением нормы, там есть такая норма в законопроекте, что требования должны быть установлены исполнительным органом. В нашем случае Роструду – требования в форме электронных документов. Требования в форме электронных документов у нас будут устанавливать на Роструду, то есть наш исполнительный орган. Так вот, если мы говорим, законопроект, он наступает в силу 16 ноября, за исключением вот этой вот нормы, о выработке единых требований к электронным документам. Ну, так как это требуется какое-то определенное время. И вот эта часть законопроекта, она вступает в силу только с 1 октября 2022 года. Ну, вот можно будет посмотреть. Здесь у меня ссылочка есть. То есть, возможно, найдете много интересной, полезной информации. Также я надеюсь, что я ответила на вопрос, можно ли сейчас, да, у нас переходить 100% на электронные документы, либо мы пока с вами обречены использовать бумажные документы. Подробно мы с вами это разбираем на наших курсах кадровая работа. У нас сейчас очень много разных изменений происходит, поэтому я вас приглашаю 26 июня. Это первый уровень. И 20 июня у нас стартует кадровый аудит в это воскресенье. Так что приглашаю вас. Также хотелось бы сказать, что у нас новая дипломная программа. Называется «Специалист по кадровому делу производства». Это по многочисленным запросам наших слушателей, потому что очень хотели, чтобы мы включили в дипломную работу и иностранных работников, и дистанционных работников, и электронные документы, и требования к бумажным документам, и архив, потому что у нас сейчас за ненадлежащее архивное хранение увеличились штрафы в 10 раз, то есть до 10 тысяч на работодателей, до 5 тысяч на должностные лица. Поэтому сейчас я озадачилась архивом, то есть как поорганизовать правильную кампанию. Дипломная работа программы у нас включает 12 уровней, 12 курсов. И если вы у нас уже учились, то есть если вы там прошли у нас треком 5 уровней, включая там 5 уровень практику по кадровому делу производства, то в течение года вы можете набрать недостающие курсы и выйти на диплом. С точки зрения документа, диплома профессиональной переподготовки, он немножко интереснее, чем просто удостоверение о повышении квалификации. Поэтому я уверена, что наши менеджеры вас по этому вопросу проконсультируют. По особенностям курса нашего первого уровня, 32 часа, то есть у нас 4 занятия предусмотрено. По стоимости, если очно, то это 13 990. И все требования по работе с кадровыми документами вы выясните на этом курсе. У нас вот два основных уровня, первый и второй кадровая работа. То есть мы с вами пройдем всю процедуру от оформления трудовых отношений до увольнения, разберемся и с бумажными документами, с электронными, электронные трудовые книжки. У нас с июля новые требования по оформлению электронных трудовых книжек. Да, мы подаем теперь новый отчет с вами, обновленный отчет формы СЗВТД, пенсионный фонд. Сейчас тоже ко мне поступает очень много вопросов, как указывать код трудовой функции ОКЗ. Поэтому рада буду с вами пообщаться на нашем курсе, который стартует 26.06. Также мы разбираем и прием на работу, и совместительство, основная работа, и как оформить дополнительную работу, персональные данные. У нас штрафы увеличились. И сейчас я уже с ужасом увидела еще один законопроект, который еще вносит изменения уже в другую статью Кодекса об административных правонарушениях. Это статья 13.14. Пока у нас изменили статью по персональным данным наказания штрафа, это статья 13.11. То есть у нас сейчас доп. полумиллиона штрафа. Сейчас у нас пересматривают статью 13.14. Там тоже будет увеличение штрафа. То есть у нас сейчас изменились требования к работе с персональными данными. Также мы разбираем дисциплинарное взыскание. Это то, ради чего, собственно, идут работники в суд, для того, чтобы признать действия работодателя незаконными. Разбираем подробно оформление разных видов отпусков. Также у нас широкий перечень разных видов переводов. Оформляем с вами перевод. Ну и, конечно же, увольняем. То есть у нас, по сути, сквозная задача от приема до увольнения. Ну и далее у нас уже идет второй уровень, который предусматривает разработку локальных нормативных актов, работу с трудовольными книжками. Разные формы обучения. Есть очная, есть стандартная, да, есть очная-заочная, есть открытая форма обучения. Вот кто не пробовал, присоединяйтесь. Здесь у нас курс «Дистанционная работа». Стартует 21 июня. Как раз в формате открытого обучения. Ну вот кто пробовал формат открытого обучения, то есть кому-то это очень даже нравится, потому что комфортный режим. Вы слушаете ту же лекцию, но в удобном для себя формате. Что-то не поняли, можно перемотать, прослушать. Можно задать вопрос преподавателю, который все время на связи со слушателем. Поэтому рада буду проконсультировать по поводу открытого обучения, по поводу разных форм обучения. Что касается еще, вот куда у нас входит, у нас очень много, во-первых, комплексных программ, куда у нас входит кадровая работа. У нас три, точнее четыре комплексных программы. Это две дипломные программы, это либо руководитель кадровой службы, там все пять уровней кадровой работы, либо специалист по кадровому делу производства, о котором я говорила, там есть иностранные работники, что тоже очень важно, потому что штрафы очень большие. Также две комплексных программы, это специалист по кадровому делу производства, создание автоматизированных систем, там как раз у нас электронные документы, и специалист по кадрам. Поэтому я рада буду вас видеть, потому что я вижу, что некоторые со мной даже уже обучались, кто-то у нас уже был на занятиях. Надеюсь, что мы с вами увидимся еще на наших занятиях. Сейчас я готова ответить на ваши вопросы и по документам, и по программам, если они у вас есть. Светлана Владимировна, на фоне новых изменений всех, что у нас происходит с этими неправильными постановлениями, будет ли включено в новую программу обучения данные вопросы? Конечно, Наталья. Я всегда все даю в режиме реального времени. Поэтому, конечно, все будет. Будем обсуждать, да? Я просто думаю, если я подключу... Я поняла, спасибо большое. Наталья, а вы же уже у нас учились, нет разве? А я у вас училась на оценке персонала, не на кадровом деле. У меня уже персоналом диплом есть, поэтому я уточняю по поводу, если изменения будут, мне бы хотелось на них присутствовать. Ну, конечно, ну, конечно. Дело в том, что я же работаю постоянным консультантом работодателей, поэтому у меня нет альтернативы. Я могу только в режиме реального времени рассказывать. Да, спасибо большое, я поняла. Так что все это будет обязательно. Так, Елена, вижу вопрос. В каком курсе рассказывают, как подписывать документы в Word, Excel, электронной подписью? У нас есть программа 1С, документы оборотов. Там это есть, сейчас даже скажу. У меня это есть в программке, как она называется. Свините, а если нету программы 1С, документы оборотов? Вам все равно потребуется программное обеспечение, безусловно. У нас есть, я вам даже ссылочку могу на курс. То есть все равно требуется программное обеспечение. Либо еще какие-то нюансы могут быть предусмотрены. У нас вот специальный курс этому посвящен. Но в основном это либо там программа «Контур», либо еще что-то ставят для подписания документов. Так, либо, опять же, это подпись оформляется, которая в виде флешки оформляется подпись в удостоверяющем центре. Ну, насколько мне известно. И кадры 1С, есть уже введена электронная подпись. То есть уже можно. Конечно, можно. Я о чем и говорю. Но здесь вот вопрос конкретно. Документ вордовский. Без использования какой-либо программы, его можно подписать электронной подписью? Нет, если только наложить эту подпись с флешки, на которую... Да, вот я об этом и говорю. То есть при наличии флешки, ну, это сделать достаточно легко. То есть вы оформляете отдельно в удостоверяющем центре, как юрлицо можете это сделать. То есть в удостоверяющем центре оформляется такую подпись на флешке. И да, может быть... Да, но я не очень понимаю. Окей. Организация есть электронная подпись. А физическое лицо, вот оно тоже, допустим, на флешке ему оформили. То есть его же тоже надо как-то обучить, чтобы он подписал этот документ. Тот же трудовой договор. А, да, конечно. Ну, смотрите, тот же документ проще. Вот, Елена, честно вам могу сказать, это приобрести программное обеспечение. Оно не так дорого стоит. Я просто не очень понимаю. Вот у меня нужно, чтобы мне подписал сотрудник. То есть я должен сотруднику эту программу установить. Вот у меня сотрудники водители. Смотрите, смотрите, программа, программа, да, вы регистрируетесь в этой системе электронного документа оборота. И вы взаимодействуете с использованием этой программы. Ну, как программу 1С. Знаете, программа 1С? Да, конечно. Вот, то есть сотрудник заходит и там подписывает все документы в этой системе. То есть, по сути, это логин-пароль, вот его подпись. Если автономно делать на флешке, ну, во-первых, ваши водители могут эту флешку попросту потерять. Потом эта флешка может оказаться в чужих руках. То есть с точки зрения обеспечения конфиденциальности информации, у нас же конфиденциальное кадровое дело производства. А вот у вас есть гарантия? Это понятно, просто, опять же, водители, они в программу 1С зайти не могут по определению. Могут, Елена. Если делается интеграция на сотрудников, в смартфонах водителям устанавливается приложение, в котором будет их электронная подпись, они будут видеть все свои движения по документам и начисление зарплаты, и отработанного времени, и там же могут подписывать документы. Отлично. На каком курсе у вас это рассказывают? А сейчас, секундочку, вот у нас есть дело производства 1С, документа оборот автоматизации, и еще есть один курс. Сейчас ссылочку вам заброшу. Просто, насколько я понимаю, слушательница, которая комментировала вот сейчас, она говорила именно про ЗУП, про личный кабинет. Мы обучались у 1Сников, они нам подключают это все, сейчас запускают, и они же нас и обучают. То есть мы сейчас на данный момент с ними работаем. Они обучают сотрудников, как пользоваться приложением. Всем вам просто нужно с 1С уточнить данный вопрос, и все. Вот я ссылочку сбрасываю. Еще есть одна ссылочка, сейчас найду. Сейчас отвечу на вопрос Ольге. Подскажите, после дипломной по бухгалтерию, какую лучшую программу по кадрам выбрать? Ольга, если ориентированы на карьерный рост, в зависимости от того, что вам нужно, да? То есть конкретно, какой больше функционал, чем планируется заниматься? Потому что у нас есть кадровики, есть и HR. То есть что для вас интереснее, более творческое, да, либо кадровое законодательство? Если бухгалтерия, то лучше это трудовой кодекс. Тогда лучше либо специалист по кадровому делу производства, либо на случай карьерного роста лучше выбрать программку руководитель кадровой службы со знанием 1С. То есть вот, что бы я порекомендовала. Так, сейчас даже ссылочку скинуть. Вот, Ольга. И есть еще программка руководитель кадровой службы со знанием 1С. Так, сейчас я даже могу ее найти. Елена, посмотрите, да, вот я вам скинула. У меня просто почему-то очень долго загружается сайт. Я поэтому уже... Я посмотрела, спасибо. Ага, есть еще одна, которая не по 1С, а по всем программам. И преподаватель тот же ведет. Поэтому вот прям посмотрите по преподавателю, либо вот сейчас у меня наконец-таки это откроется. Взобрать. Так, вот руководитель кадровой службы сейчас сброшу. Ольга, это вот вам две программки. На руководителя и специалиста. Мне кажется, если дипломная программка уже есть по бухучету, то может лучше действительно руководитель то есть одна программка специалиста, да, и тем более сейчас очень востребована, потому что в условиях оптимизации очень часто у нас в бухгалтерии кадры совмещены. А вот Ольга. Ольга, здравствуйте. Еще раз. Рада вас слышать. Вот у нас позитивный опыт. Да, на дипломе руководителя, помню, Ольга. И работаете заместителем генерального директора по персоналу. Отлично. Так, сейчас я хотела Елене найти. Комплекс метрограмма. Где же они? Уважаемые слушатели, пока если есть вопросики, задавайте. Нет, наверное, вопросов, Светлана Владимировна. Все, спасибо. Очень. Ну вот, рада была услышаться. Так что присоединяйтесь к нам еще 6 июля. У нас будет тоже семинар по изменениям в трудовом законодательстве. Да, я записалась уже. Спасибо большое. Я на очереди. Спасибо. Отлично. Спасибо вам большое. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok